Если вы ищете доступный смартфон с хорошими характеристиками, то проверенный временем Redmi Note 13 4G может стать отличным выбором. Этот смартфон от Xiaomi предлагает множество функций и возможностей, которые могут удовлетворить потребности как обычных пользователей, так и более требовательных. Это стартовый аппарат одноименной серии, который кажется хорошим предложением за свои 13 тысяч рублей и в некоторых аспектах он предлагает больше, чем дорогие флагманы. Redmi Note 13 поставляется в прочной упаковке, которая содержит кучу того, что вы не всегда получите даже с телефонами за 1000 баксов. Кроме 3-амперного USB кабеля в коробке есть адаптер питания на 33 ватта и темно-серый силиконовый защитный чехол. Телефон поставляется с тонкой защитной пленкой на дисплее. А это еще один небольшой плюс из коробки и экономия вашего бюджета на покупке такой пленки отдельно. Модель имеет систему стереодинамиков в отличии от своего более дорогого аналога 5G. Здесь динамик действует так же как второй динамик и даже имеет небольшой выход в верхней части телефона для лучшего баланса звука. Динамики предлагают технологию Dolby Atmos, но с ней или без нее разницы я не заметил. В Note 13 есть еще одно отличие по сравнению с Note 13 5G, а именно датчик отпечатков пальцев. В версии 4G, как в премиальных моделях, сканер установлен под дисплеем, а в модели 5G обычный сбоку. Redmi Note 13 очень хорошо лежит в руке. Он не смотрится дешевым, а даже наоборот и обеспечивает довольно хорошее сцепление, от чего не выпадает из рук. Черная модель конечно красива, но на ней видны все отпечатки пальцев. Если вас это беспокоит, то есть другие более яркие варианты, где они намного менее заметны. Не стоит забывать, что Xiaomi Redmi Note 13 классический среднебюджетный аппарат. Задняя крышка изготовлена из многослойного пластика. Рамка тоже. Стилистика очень незамысловатая. Минималистичная задняя панель украшена разве что блоком камер, которые отличаются от основного цвета девайса оттенком. Смартфон смотрится спокойно, не кричаще и наверняка понравится любителям аккуратных решений. Аппарат весит почти 190 грамм. Обладает стандартным набором портов и кнопок. Можно выделить разъем 3.5 мм для проводной гарнитуры и базовую сертификацию IP54. С ней смартфон уверенно противостоит атакам пыли и каплям дождя, но к сожалению не более того. При заказе вы можете выбрать версию на 6 или 8 гигабайт оперативной памяти и 128 или 256 гигабайт встроенной флеш памяти. Смартфон поддерживает две сим-карты или одну сим-карту в паре с картой памяти microSD. Кроме того, на борту имеется NFC, что позволяет использовать его для бесконтактных платежей. А еще китайцы не забыли про инфракрасный передатчик, позволяющий управлять различной техникой. Базовая модель линейки получила AMOLED дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 1080p. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и у него есть два режима обновления, максимальный и стандартный. Экран защищает стекло Gorilla Glass 3. Максимальная заявленная яркость составляет 1800 нит. При использовании аппарата на солнце проблем не возникает от слова совсем. Цветопередача и детализация на хорошем для среднебюджетника уровне. И пусть даже у смартфона нет поддержки HDR и Dolby Vision. Redmi Note 13 опирается на чипсет 23 года Qualcomm Snapdragon 685. Центральный процессор имеет в общей сложности 8 ядер для работы, 4 Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и еще 4 ядра Cortex-A53 работающих на частоте до 1,9 ГГц. Сверх мощностью чипсет не обладает, уступая в тестах железу Samsung Galaxy A25 и A34. Это типичная рабочая лошадка для соцсетей, браузера, простеньких игр, документов, таблиц и стоковых приложений. Из положительных моментов устойчивая работа процессора и видеоускорителя Andreno 610 под нагрузкой. Смартфон не зависает, не перегревается и не сильно теряет в производительности. Смартфоны Redmi Note никогда не претендовали на звание камерафонов, но Xiaomi удивили и поставили в 13 модель основную камеру с разрешением 108 мегапикселей. К ней присоединились ультраширокая камера на 8 мегапикселей и макрокамера на 2 мегапикселя. С другой стороны есть селфи-камера на 16 мегапикселей. Основная камера может делать хорошие кадры днем с неплохой детализацией и нормальной цветопередачей, такого же уровня и ночные снимки, которым не мешает даже небольшой шум. Портреты радуют правильным разделением объектов, а селфи детализацией и приятной палитрой оттенков. Назвать его снимки лучшими нельзя, но его камера удовлетворит простых пользователей. Видеоролики можно снимать в 1080p при 30 кадрах в секунду и они скорее проходные, можно сказать среднего качества. Зато видео со сверхширокоугольной камеры приятное, довольно четкое и смотрибельное. В целом качество не особенно впечатляет. Учитывая ограничения расширения, основная камера неплоха, но не более того. Цвета выглядят довольно красиво и естественно. Динамический диапазон не особенно впечатляет, в общем-то как и контраст. Xiaomi Redmi Note 13 с аккумулятором емкостью 5000 мАч показывает средние результаты в тестах. Под умеренной нагрузкой аппарат проработает около 9,5 часов, немного уступив своим прямым конкурентам. Отказываться из-за этого от смартфона не стоит. 9,5 часов это почти целый день. Если не задействовать аппарат постоянно, до ночи на одном заряде он доживет однозначно. А если нет, на помощь придет зарядка мощностью 33 ватта, которая потребуется всего 76 минут, чтобы восполнить потерю энергии и довести показатель с 0 до 100%. В итоге за вполне адекватные 13 тысяч рублей мы имеем глобальный смартфон без поддержки сетей 5G. Экран с высокой частотой обновления, батарейка со среднескоростной зарядкой. Набор камер весьма прост. По сути это легкое обновление модели Redmi Note 12 4G. Добавили мегапикселей основной и фронтальной камере. Сканер отпечатков пальцев перенесли под экран. В остальном характеристики идентичны, да и внешность очень близка. Redmi Note 13 4G является самым доступным из линейки Redmi Note 13. Таким образом можно было бы ожидать очень много компромиссов. Довольно интересно, что это не совсем так. Фактически в некоторых аспектах модель 4G предлагает лучшее решение, чем ее более дорогой коллега 5G. Ссылки на всю линейку Redmi Note 13 я оставлю в описании под этим видео. Всем желаю отличного настроения и до скорой встречи.